Серьезная, конечно, не до такой степени. Надеюсь, что она будет увлекательна. Я уже второй раз здесь. В прошлом году я рассказывал про фрилансеров, как живут и работают российские фрилансеры. А сегодня я возьму шире, но где-то рядышком. Моя тема звучит интригующе. От фабрики к платформе. Как диджитализация меняет рынок труда. Да, я не представился. Меня зовут Андрей Шевчук. Я доцент кафедры экономической социологии. Социолог. Всю жизнь я занимаюсь изучением труда. Я социолог в сфере изучения труда и занятости. Это мой основной интерес. Потихоньку происходящее вокруг события привели меня к тому, что у меня возникла насущная необходимость высказаться на эту тему. Я думаю, что вы поймете, почему. А начну я с вопроса к вам, чтобы как-то оживить. Скажите мне, пожалуйста, первый вопрос очень легкий. Кто из вас пользовался сервисами для вызова такси, типа Яндекс.Такси, Гет, Uber и так далее? А кто из вас когда-нибудь заказывал доставку еды через сервис типа Яндекс, Еда, Деливери Клап и так далее? Тоже приличное количество. Хорошо. А кто, может быть, вызывал домой сантехника, или врезать замок, или заказывал уборку квартиры на каком-нибудь сайте и подобном? Такие люди есть. И, наконец, последний вопрос. А может быть, кто-то из вас обращался тоже на специализированные сайты для фрилансеров, и кому-то понадобился, может, свой личный сайт, какое-то там лого, или фотограф на мероприятии. И такие есть. Я, кстати, руку тоже не подымал. Что это означает все? То, что вот это вот явление, о котором мы будем говорить, оно уже проникло, значит, находится среди нас. Но, с другой стороны, я вам ответственно заявляю, но вы тоже это, конечно, знаете, что, допустим, еще 10 лет назад не было никаких этих сервисов вызова такси и так далее. Они только появились как раз в это время. А вообще подобные инициативы и сайты, по-другому, не более 20 лет, я об этом расскажу, много это или мало по историческим меркам. Ну, в наш стремительный век это, наверное, много. А если говорить вообще о типах организации труда, как вот в разные эпохи организовался труд, то это, конечно, очень мало. И о чем мы с вами будем сегодня говорить? Мы будем говорить… Да, вот я спросил вас как пользователей. Все вы пользовались этими сервисами, были по одну сторону, так скажем, этих платформ. А мы с вами поговорим о другой как раз стороне, значит. Что находится с другой стороны? Как организован, как люди работают, как организован труд, и почему это действительно такая очень важная инновация в нашей жизни. Тема необъятная, конечно. Настолько, что презентация у меня погасла. Так. Ага. Я обо всем, значит, говорить не буду, но о чем-то буду. Это, видите, шрифт резко помельчал. Значит, сначала мы быстренько обрисуем, что такое эти цифровые платформы. Потом поговорим о том, является ли это действительно новой моделью труда, или, может быть, это хорошо забытое старое. Какие типы платформ существуют? Как отличить, например, торговую площадку или marketplace, выражаясь там английскими терминами, от своего рода теневой корпорации? Как эти платформы уничтожают организации, профессии и целые рынки? Есть ли выгоды для работников в существовании этих платформ? Как не попасть в ловушку гибкости? Часто говорят, что это гибкая форма организации труда. Хорошо это или плохо для работников? Как работать, если твой босс – алгоритм, а не живой человек? Что такое тирания репутации? И, наконец, как вообще к всему этому относиться? И что с этим делать? Значит, сразу я хотел бы еще обратить внимание на тот взгляд, который я бросаю на всю эту картину. Я не экономист, я не юрист. Даваться в эти тонкости, значит, экономических обоснований или юридических тонкостей я не буду. Я социолог. Чем занимается обычно социолог? Наша основная задача, вот наш конек – это, как мы говорим, проблематизация обыденного. Я постараюсь сделать проблему, то есть увидеть какие-то вот такие проблемные места, заставить вас задуматься о вещах, которые рядом с вами, которые кажутся совершенно обычными и которые вроде бы никогда не представляли никакой из себя проблемы для вас. И буду говорить с точки зрения, конечно, с точки зрения мотивации людей, с точки зрения отношений между людьми, с точки зрения социальных последствий. Значит, в каком контексте возникает вообще эта тема? Значит, я назвал, конечно, свое выступление так провокационно, от фабрики к платформе. Почему? Потому что в каждую эпоху существует некая типичная форма организации труда, которая воплощает в себя образ, с которым ассоциируется труд в данную эпоху. Когда-то это в аграрном, доиндустриальном обществе, это было в крестьянское хозяйство, или ферма. Нам легко представить, как мы произносим эти слова, легко представить, как трудилась большая часть населения. В индустриальную эру это была фабрика. Совершенно определенная вещь. Мы тоже себе хорошо представляем, что это такое. И вот что же приходит на смену этому. Уже давно мы отходим от этой индустриальной модели хозяйственного развития. Еще в 70-е годы прошлого века, то есть 50 лет назад, уже как очень давно получается, люди задумались о том, что же приходит на смену этому индустриальному обществу. Сначала ничего не могли лучше, как придумали термин постиндустриального общества. Он характеризует разрыв со старым, но в общем-то не говорит нам ничего содержательного. Мы только узнаем, что уже не индустриальное общество, а какое оно по своему содержанию, какие его качественные характеристики, из этого непонятного. Значит, вот говорили о этой постиндустриальной экономике. Трактовали ее по-разному. Значит, существуют разные трактовки этого. Ну, прежде всего говорили, что наконец-то мы отходим от физического труда, значит, от производства материальных объектов. Первостепенное значение, значит, занимают знания и информация. Значит, это современное общество, это общество знаний. Современное общество, это информационное общество. Значит, это была одна линия рассуждений. Об этом писали несколько десятилетий, но все равно оставалось неясным, что это меняет именно вот с точки зрения организации труда. Что это значит для организации, не для характера самого труда, что он вместо ручного, допустим, стал умственным. А что это меняет для организации труда? О чем вы это говорили? Ну, говорили, что работник наделяется большей автономией, потому что он владеет человеческим капиталом, организации становятся более плоскими, там возникают какие-то там сети и так далее, и так далее. Ну, как-то это, ну, не то чтобы было неубедительно, но не видим мы нового какой-то яркого вот такого вот примера, как, допустим, вот ферма и фабрика. Что будет? Какая эволюция, значит? Ну, что? Значит, ферма, фабрика. А следующее что будет? Вот офис, в офисе сидят, да, вот эти вот сотрудники, белые воротнички, значит, высокоофисы, работники, там вот мы представляем себе этот open space, они сидят там, трудятся и так далее. Ну, вот это один из возможных, как бы, сценариев, значит, который рисовался, что, значит, на смену офисным цехам, значит, дымящим трубам придут высотные, значит, вот эти вот офисы. С другой стороны, с другой стороны, многие критиковали эту модель и говорили, что вот вы говорите нам про знания, про информацию, а смотрите, вокруг огромное количество появляет, растет сектор услуг, причем сектор не только информационных вот этих услуг, основанных на знаниях, а самых обычных услов, розничного, вот занятый срочным там бизнесе, вот эти вот различные действительно услуги, необходимые бытовые услуги и прочее, прочее, ну, множество всяких услуг, в том числе и низкоквалифицированных, вот эти, значит, фастфуд и прочее, прочее. Значит, как-то они тоже в эту картину с трудом вписывались, получается, в такие вот разные полюса. И что тут, да, что значит тоже для организации труда этих работников, как вот мы их впишем в эту картинку, никак вот не было такого прототипа, который бы что-то соединяло. Вот в самое последнее время, значит, уже, значит, в новом, скажем так, веке, в последние там пару десятилетий или даже уже позже, там, в 2010-е года, начали вдруг активно говорить о цифровой экономике. Сегодня вы слышите кругом цифровая, цифровая экономика. Уже чаще говорят не информационная экономика, там не экономика знания, а цифровая экономика. Потому что вот эти вот цифровые технологии, они как бы действительно трансформировали мир труда. И тут мы можем увидеть, сегодня я вам попытаюсь представить картинку, вот этот вот некий образ, значит, вот этот образ современности, там и будущего, каким один из образов, каким может быть труд, значит, в будущем. Но, опять же, я говорю, я к этому вернусь на последнем слайде, я говорю, что это, конечно, не единственная возможность, и я, конечно, утрирую, это, конечно, чтобы вас заманить сегодняшним вечером сюда, что там от фабрики к платформе, конечно, значит, не будет такой картины, что все будут трудиться только там на платформах, на этих и так далее. Но все-таки вообще в науке принят такой прием, и вообще утрировать что-то так, чтобы показать вот эти контрасты. Моя задача – показать вот эти контрасты. Значит, цифровая экономика, значит, и вот эти платформы – это одна из, естественно, одна маленькая часть вот этой вот всеобъемящей цифровой экономики. Но она показывает новую форму организации труда. То есть я берусь утверждать, что вот, допустим, на свену, значит, вот этим вот фабрикам, заводам и даже офисам, значит, приходит некая цифровая платформа виртуальная, и что это принципиальная организационная инновация, которой не было в прошлом, и как-то, значит, все будет выглядеть несколько иначе. Значит, что такое платформа? Значит, я думаю, что вы… Я придумал тему, а потом, конечно, задумался, все ли правильно меня поняли, потому что там просто платформа. Что за платформа? Сегодня мы так часто говорим об этих платформах, что, наверное, вы поняли, что речь идет, конечно, о цифровых платформах, о некой вот этой цифровой инфраструктуре, которая представляет собой, если конкретно сегодня, там, допустим, веб-сайт и онлайн-приложении и так далее. Значит, что такое вообще платформа? В самом простом определении это некая цифровая инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие двух, а иногда там и даже более сторон. Но мы будем… Сегодня появилось много работ на эту тему, я не буду усложнять, я хочу, наоборот, максимально просто вам об этом рассказать. Значит, чаще всего, и в тех примерах, о которых мы сегодня будем говорить, речь идет о этих двух сторонах, просто о спросе и предложении, это будет место встречи, площадка, где встречаются спрос и предложение. О каких конкретных платформах я сегодня буду говорить? Платформы… Существует множество различных платформ, тот же самый там Facebook рассматривается как платформа, YouTube и там Google, они тоже все рассматриваются как платформы. Сегодня о них говорить не буду. О чем я еще не буду говорить? Хотя они тоже как бы трансформируют как-то мир труда, но это отдельный разговор. О чем я еще не буду говорить? Я не буду говорить о торговых платформах типа eBay, где люди продают материальные там объекты, готовые товары. Кстати, значит, эта платформа типа вот… eBay, наверное, был пионером в этом смысле, это одна из первых площадок, представляющихся собой платформу, где встречаются спрос и предложения. Я также не буду говорить о так называемых шеринговых платформах или платформах шеринговой экономикой, как говорят, экономикой совместного потребления типа BNB, где речь идет о том, что человек предоставляет все-таки прежде всего не свой труд, а свою собственность к апартаменту, квартиру, дом и так далее. Хотя к этому, конечно, прилагается и труд, надо как-то там убраться, нужно организовать заезд и так далее. Но все-таки основной здесь ценность представляет сам физический объект, это собственность. Да, в первом случае сам объект, который продается там, объект торговли, что вы там продаете на eBay. Я буду говорить о трудовых платформах. Я не нашел лучше термина на русском языке, чем сказать о трудовых платформах, вы дальше поймете, о чем идет речь. Речь идет о платформах, на которых непосредственно предлагаются услуги труда, через которые мы можем получить какую-то услугу. И я, в общем-то, некоторые типы их перечислил, когда задавал вам первый вопрос. Вот. Теперь чуть-чуть давайте вернемся в прошлое. Значит, чему противостоят, почему сегодня так много говорят об этих платформах, почему некоторые даже обеспокоены. Потому что вот эти платформы вписываются в общий тренд, который разрушает представление, сложившееся от некой стандартной занятости. Возможно, для некоторых присутствующих в этой аудитории, наиболее молодых. Эти представления являются нормой, но для более старшего поколения и до сих пор не изжитого общества некое представление, такое стандартное представление о том, как должен выглядеть трудовой путь, трудовая карьера человека. Сложилась эта модель в рамках индустриального общества, причем не с самого начала, а только уже в середине 20-го века, второй половины 20-го века. Что такое стандартное стандартный трудовой путь? Во-первых, это наемный труд в организации. Мы прежде всего представляем, когда говорим о работе, что человек должен трудиться в какой-то организации, не сам по себе. Мы знаем, что есть предприниматели, конечно, есть самознание, но в принципе основным стандартом является труд в организации, где люди получают зарплату и так далее. Причем этот труд в организации в идеале должен быть постоянным, должна быть постоянная занятость. Постоянно в каком смысле? Во многих, что это, во-первых, условно, 5 дней в неделю с 9 до 6, это значит на годы вперед, значит, с какими-то гарантиями. Дальше ко всему этому, что печально выше, должны прилагаться определенные, прилагались определенные социальные гарантии в виде, значит, медицинских, медицинского обеспечения, в виде последующих будущих пенсий, в виде отпусков, значит, больничных и прочего, прочего, прочего. Все это было, это очень важный момент, мы потом его коснемся, очень, вся эта система социального обеспечения, которая существует в современном мире, она привязана к труду в организациях. И в этом есть, в этом стоит гигантская проблема, и основная проблема, собственно, того, что сейчас происходит, что все системы социальной поддержки, защиты и так далее исходят из того, что человек трудится в какой-то фирме или организации. Значит, а кто там не работает, у того сразу возникает проблема. Значит, дальше, как представляется наша, опять же, наша трудовая биография? Это вертикальная карьера, то есть, ну, человек приходит, в идеале, значит, современные люди об этом тоже, молодые люди об этом не думают, они с легкостью там курсируют между разными организациями, желательно, естественно, повышение. Ну, а люди чуть постарше, значит, многие сохранили в себе, значит, представление о том, что они должны работать всю жизнь в одной организации даже. Где-то так. Вот, допустим, мне удается до сих пор работать в высшей школе экономики уже 20 лет. Значит, это для, по современным меркам уже через чур, мягко говоря. Но как представляет вертикальная карьера, ты начинаешь, значит, с более низших должностей, постепенно продвигаешься или не продвигаешься, но, значит, рассчитываешь на это продвижение, есть специальные какие-то внутрифирменные карьерные лестницы, механизмы и так далее, значит. И ты ждешь от себя этого, окружающие от тебя этого ждут. Если ты не двигаешься, тебя считают неудачником. Это некий социальный стандарт, значит. Дальше. У нас есть четкое представление о рабочем месте, причем я здесь в широком смысле это понимаю. Рабочее место – это не значит, что… Рабочее место – это не значит непосредственно, где вы сидите там, да. Рабочее место означает, что оно общее, ну, как сказать, общее. Я имею в виду, что есть общий там офис, цеха, в котором люди трудятся и так далее. В современном обществе, вот в организациях люди трудятся сообща в одном месте. У них есть вот это рабочее место, в котором они трудятся в одном помещении и так далее. Вот. Поэтому нужно ходить на работу, да. Мы так буквально говорим. Я пошел на работу. Под этим подразумевается не только, что вы пошли выполнять свои трудовые обязанности, но и буквально физическое, ваше физическое перемещение из одного пространства в другое, которое одно считается домашним, а другое называется рабочим. Значит, за все то, что было вышесказано, приходится платить определенную ценность. В организациях мы не просто так работаем, наслаждаемся, делаем, что хотим. Мы встроены в четкую иерархию, в систему управления. Мы являемся объектами управления. Нами управляют. Мы, конечно, тоже можем тут подняться и кем-то управлять. Тем не менее, мы не свободны в своих действиях. Мы, значит, является вот этим вот объектом управления. И, наконец, к этому всему еще прилагается корпоративная культура. Для кого? Для одних она является счастьем, значит, принадлежности, дает чувство принадлежности и радости других. Но, с другой стороны, мы знаем ее, значит, силу социального принуждения, заключенного в этой корпоративной культуре, значит, связанной со всякими там неформальными нормами, дресс-кодами и прочим, прочим, прочим. Значит, вот такая картинка. Опять же, я говорю, это не значит, что все люди так работали или что все люди так хотят работать. Но есть определенные в обществе представления стандарт занятости. Я вот без преувеличения скажу, что даже сейчас, если вот поспрашивать людей, в большей части он реализуется. Это еще все является живучим таким стандартным занятость, ориентиром, на который люди рассчитывают. Это видно из, вот, я вижу в университете, разговариваю со студентами, значит, кто-то хочет в Газпром. Новая тенденция – это работа в органах госуправления, там и так далее. Вот. Значит, давайте теперь разберемся, что же такое вот этот вот самый платформенный труд, альтернативная вот концепция. Во-первых, значит, в чем это противостоит тому, о чем я до сих пор рассказывал. Значит, на этих вот самых платформах, которые я тоже упомянул уже, о котором мы говорили, в виртуальных платформах, речь не идет ни о какой-то вот длительной постоянной занятости, ни о какой работе как таковой. Речь идет о выполнении определенных заданий, проектов, о работе там на час, как где-то. Вот по-разному она называется в разных местах и так далее. Но мы знаем все, значит, условно там, извините, муж на час, да, определенную услугу там где-то называется задачами, проектами и так далее. То есть речь идет о каких-то вообще там кусочках работы. Речь не идет о работе в том смысле, как она раньше понималась, как до сих пор там люди хотят может ее видеть. Речь идет о кусочках работы, так скажем. Дальше. Речь опять же не идет о работе в течение какого-то определенного времени обозначенного, потому что это работа, скажем так, по требованию, по вызову, как бы это ни звучало. Ты можешь работать только когда твои услуги нужны, когда поставлены определенные задачи, когда кому-то требуется этот муж на час, чтобы, значит, там собрать книжную полку и так далее. И, наконец, третий важный элемент состоит в том, что люди в этой ситуации, как правило, и в основном и по своей сути являются часто самостоятельно занятыми, самозанятыми работниками. Они не состоят ни в каких организациях, у них нигде не лежит трудовая книжка, если лежит чистая формальность. Они работают на себя. Это совершенно другая модель. У нас здесь нет никаких организаций, у нас никаких, никакого нет постоянства. У нас есть калейдоскоп этих проектов, заданий и так далее. У нас какая-то есть неопределенность. Я уже упомянул, сейчас еще раз повторю, никаких здесь не прилагается вам социальных гарантий. К сожалению, об этом мы еще будем говорить. И все вот этот вот такой тип работ начинает, почему произошел определенный всплеск, что появилась возможность это эффективно координировать, такие типы работ. Посредством вот этих цифровых платформ, веб-сайтов и мобильных приложений, получилось создать эффективные системы, когда вот такой тип труда может быть реализован. Давайте разберемся, является ли это действительно очень новым явлением. Как всегда, когда что-то появляется, значит, одни люди говорят, что мы появились что-то уникально новое, беспрецедентное. И это вот, значит, давайте обратим на это внимание. Другие скептики сидят и говорят, да нет, это все хорошо забытое старое, мы уже все это видели. Давайте посмотрим, как сочетается здесь вот это вот старое и новое. Значит, конечно, что-то нам это напоминает, эта форма организации труда. Значит, ну я вот вижу, по крайней мере, два таких ярких исторических, исторических, ну и которые до сих пор выживают еще примером. Во-первых, есть так называемая, ну скажем так, паденная работа из соответствующей рынка, паденная работа. Что имеется в виду? Ну что где-то, значит, когда-то там, не знаю, в средневековом в городах стояли работники, желающие заработать у моста, значит, и ждали, пока им кто-то что-то предложит. Сегодня мы можем это видеть тоже в, пожалуйста, там на строительных рынках, значит, тусуются, значит, люди, которые желают подработать, можно подъехать и сказать, поехали, значит, мне нужно там, не знаю, там покрасить дом, не знаю, там еще что-то там вырыть, значит, канаву, чтобы проложить там трубу, еще что-то, значит, они берутся вот буквально, вот называется опаденной, потому что на короткий срок буквально там на день, там платятся им за день, значит, в современном мире такие рынки тоже процветают, я говорю, ну кто живет в крупных городах, знает, и, допустим, в Соединенных Штатах есть очень много исследований на эту тему, там, значит, активно это изучают, особенно потому что на этих рынках часто присутствуют мигранты, да, как правило, значит, они присутствуют мигрантами. И вот в этом смысле, чем, в чем, как бы, сходство и отличие, сходство в том, что, чем это напоминает, просто платформа предоставляет этим людям новое место. Это то же самое, раньше они собирались у моста или, как я говорил, или они стоят, значит, на углу строительного рынка, а тут они присутствуют в виртуальном пространстве в интернете. Но смысл происходящего как бы тот же самый, вроде бы, похоже, очень похоже. Дальше, другая вещь, значит, еще до появления фабрик, там, и мануфактур существовали так называемые, то, что сейчас называют распределенными мануфактурами, существовали практики надомного труда. В чем они заключались? В том, что торговцы, там даже, скажем, не предприниматели, торговцы, значит, которые плавали там за моря или знали какие-то новые области, куда можно сбыть товар, они сообразили быстро, что спрос есть не только здесь, где мы существуем, но где-то еще там, допустим, за морем. И мне нужно туда отвезти какой-то там товар, его нужно как-то вот, значит, произвести, значит. Никто не хотел вкладываться, никто не мог себе позволить тем, чтобы вложиться, значит, в постройку какого-нибудь здания, согнать туда людей, начинать там что-то делать, потому что, во-первых, может, ему нужно, он хочет просто попробовать, там один корабль отвезет. Во-вторых, может быть, сегодня спрос есть, а завтра нету. В-третьих, у него нет капитала и так далее. Кругом неопределенность. В общем, никаких вкладываться при отсутствии такого устойчивого, четкого спроса. Нет никакой необходимости в том, что нужно вкладываться, значит, в какие-то постоянные формы. Поэтому практиковались формы такие временные. То есть он, допустим, торговец разъезжает по селам, разводит людям, значит, пряжу, из которой они делают ткани, он потом собирает ткани, везет другим из них, что-то шьют и так далее. То есть это выглядит… В конце мы получаем какой-то продукт, допустим, той же самой ткани или какую-нибудь там, не знаю, может быть, одежду или еще что-то, но осуществляется это путем вот такого вот… Не в одном месте делается, а путем, значит, распределения работы по различным хозяйствам, где люди там в свободное время как-то вот это все делают и так далее. Значит, сегодня он отправил, загрузил корабль, отправил, а потом взял и больше не приехал, никому не заказал. Форма временная. Или приехал и решил делать другое и так далее. То есть абсолютно непостоянная такая форма, значит, некого надомного труда, который существует и сегодня. Значит, существует и сегодня. Значит, многие… Вот, например, очень расписана в Италии, значит, обувь часто делается таким способом, где не на каких-то заводах и фабриках, а где буквально в условиях домашней хозяйства люди делают там, значит, какую-то обувь. Потом фирма, которая им все заказ, все собирает и реализует это скопом где-то. Тоже где-то напоминает то, что происходит, причем я покажу вам, что… Да, только в виде вот этого распределения… В чем, опять же, различие? Вот там я именно специально написал, локальные рынки подденные работают. Все люди собраны в одном месте, они стоят вот в определенном месте. А здесь очень важное слово распределенное. То есть люди могут не находиться в одном месте, они могут находиться на расстоянии друг от друга. И тем не менее, значит, производственный процесс работает. Этим тоже… Это некая другая форма. Мы увидим, что эти две исторические формы сегодня реализуются тоже в разных типах этих платформ. Значит, что нового? Ну, несомненно, нового, как я сказал, то, что, значит, цифровые платформы обеспечат вот эту координацию теперь. Это вроде как очевидно. Но я берусь утверждать, что все-таки нельзя говорить о том, что это там хорошо забытое старое, что это совершенно новое явление. Почему? Потому что, конечно, вот эти вот технологии позволили… сегодня позволяют оперировать беспрецедентным объемом информации о спросе и предложения. Никогда в истории не было такого, чтобы вот на одной платформе, на какой-то вот… в каком-то месте была собрана информация о тысячах, десятках тысяч, даже миллионах людей, которые могут что-то сделать. или тысячах, десятках тысяч, там, не знаю, может, миллионов заказов, там, потребностей в какой-то работе. Это именно тот случай, когда, может быть, количество абсолютно точно переходит в качество. Это беспрецедентно… в такой ситуации беспрецедентного выбора и беспрецедентных возможностей никакая эпоха не находилась. И поэтому, мне кажется, ну, неуместно говорить о, значит, воспроизводстве каких-то старых форм. Это совершенно новая реальность, из которой следуют очень важные потребности. Дальше. В чем еще отличие? Все исторические формы, которые, говорил, были в некотором смысле, строились на неформальных отношениях. Значит, как я пришел, значит, нанял строителя, значит, приехал в деревню, договорился с кем-то, значит, на домном труде. Здесь же на этих платформах существуют четко прописанные формальные правила игры. Есть правила платформы, причем очень жесткие. Играть можно только по ним. И это тоже очень существенное отличие. Мы позже поговорим об этих правилах, чем они могут аукнуться там для работников и вообще. И, наконец, очень такой важный, интересный пункт – это алгоритмы управления. В том, что тем, как люди встречаются друг с другом, кто что делает, сегодня не просто даже они между собой договариваются или что-то происходит. Этим часто и во многих случаях управляют компьютерные алгоритмы. И это абсолютно тоже новая реальность, которую в истории мы не встречаем. Поэтому лично мое мнение – это абсолютно, это новая, принципиально новая форма организации труда. Почему я за нее так зацепился и хочу о ней рассказать, что вот это действительно принципиально новая форма организации труда, присущая информационной эпохе, которую может претендовать на что-то, сродни ферме, фабрике. И вот вам, пожалуйста, платформа. Это что-то иное. Что сегодня происходит в этой области? Я сказал, что цифровые платформы – это принципиальная организационная инновация информационной эпохи. Значит, что сегодня происходит? Все вроде с этим знакомы, но давайте будем честными. Значит, я слежу за статистикой, я знаю, значит, этот сегмент еще имеет, до сих пор имеет очень малый размер. Если говорить о каком-то влиянии на экономику, вот прямо на экономику, на ВВП и все, оно практически неищутимо, оно мизерное на самом деле. Это очень интересный случай, когда общественное и социальное значение феномена намного превышает его реальный экономический вклад. То есть вот именно поэтому я как социолог здесь об этом говорю, что вот огромный в этом есть социальный резонанс всего того, что происходит, но экономический вклад этих платформ пока просто, значит, практически ничтожный. Хотя они испытывают бурный рост. Нам постоянно говорят, как на глазах все это растет, растет, но это растет из таких микроскопических размеров до более, чуть больших размеров по-прежнему микроскопических. При этом есть разные сценарии. Кто-то, опять же, значит, смотрит в будущее и говорит, да, вскоре, значит, платформы разрастутся, и кругом будут одни платформы, и все будут самозаняты, а кто-то говорит, что вот-вот пузырь лопнет, и, значит, вообще эта форма исчезнет. Значит, если быть реалистами, к которым, в общем, я себя отношу, я, забегая тоже вперед, скажу, что, конечно, это не будет доминирующей формой организации труда. Значит, интересно, она представляет именно как новая, отличная от предыдущих, но доминирующая, я не вижу это как доминирующая форма, к этому еще вернусь. Дальше, это первый мой пункт был, эта экономика еще очень маленькая по своим, значит, по своему влиянию. Сегодня мы находимся в очень интересное время. Вот это как раз то, я, как говорится, проблематизирую здесь, на что советую обратить вам внимание и понаблюдать. Мы находим, мы живем во время организационных экспериментов. На наших глазах происходят эксперименты с этими формами организации труда на этих платформах. Там, так как это еще, это происходит в области слабо подверженной какому-то государственному регулированию, и эти платформы используют различные лазейки, неготовность еще и отсутствие опыта у государства, там, у общества регулировать это, то происходят постоянные какие-то модификации, эксперименты, новые гибридные формы рождаются и так далее, и так далее. Какие конкретно из них выживут, какие там рут, мы с вами увидим в самые ближайшие, там, не десятилетия, годы. Но сейчас очень интересное время, прямо мы видим вот эти разные формы, а какие-то из них точно отомрут, какие-то будут заблокированы государством, государственным обществом уже идет борьба, например, во многих, да, вам, значит, и многие, значит, государства борются с этим условным Убером, да, там пытаются, значит, поставить его на место и так далее. То есть это вот, мы посмотрим, чем это закончится. Еще здесь очень интересный момент, что нигде больше такие организационные эксперименты невозможно. Вот представьте, что вы хотите просто, значит, там, открыть магазин, значит, банально, или там, не знаю, еще что-то сделать, там, производить что-то, значит, колбасу, еще что-то. У вас нет такого поля для организационных инноваций. Вы не можете здесь ничего такого придумывать. Все зарегламентировано, есть четкие формы, правовые и, значит, другие всякие акты это регулируют, как это должно быть и какие есть варианты. Ты можешь так или так, так или так. А здесь ты можешь практически по-любому сейчас. Существует огромное море вариантов того, как это выглядит. Это я плавно перехожу к следующему пункту, это многообразие платформ. Существует огромное многообразие платформ, причем даже внешне очень похожие друг на друга платформы. Если мы разберемся в механизмах их функционирования, окажется, что они совершенно разные оказывают влияние на общество, работников и так далее. Буквально один пункт внутренних правил, буквально одно какое-нибудь, значит, особенность механизмов в корне меняет суть отношений. Например, выбирают, способны, вот выбирайте вы на этой платформе себе заказчика, например, вот нужен вам перевод документа. Вот вы можете зайти на какую-нибудь платформу, там, найти фрилансера, договориться с ним, чтобы он перевел вам документ. Это один вид. Другой, вам нужно сделать тот же самый перевод, вроде бы та же самая деятельность. Но вы обращаетесь на такую же какую-то платформу, и вам уже высылают готовый текст. Вы не знаете, кому, кто его переводит. Платформа сама приписывает анонимному вам неизвестному человеку, который по ту сторону, который отделен от вас, значит, эту работу, а может быть и нескольким, поговаривают, что это делится на куски, а потом, значит, сливается. И вы получаете готовый результат. Одна и та же услуга. На входе и на выходе все одни и те же параметры, но один маленький механизм, вот одна вот эта маленькая деталь в корне меняет суть отношений и последствий, в общем-то, для работников того, что происходит. Поэтому, значит, сегодня каждый, я так даже скажу, каждая платформа – это своего рода новая модель. Поэтому сегодня конкурируешь с собой даже не общие какие-то модели, а конкретные платформы. За какими-то платформами, которые будут успешными, потом будут повторять и копировать их модель, какие-то платформы отомрут. Сегодня вот модели платформы практически одно и то же. Каждая платформа пытается реализовать какую-то продвинутую модель и сделать ее жизнеспособной. Вот. И последнее здесь, как говорится, не по значению. Платформы являются не только, вот они представляют нам некие модели, они являются мощными конфигураторами рынков. Они, как я раньше так вас заинтриговал, способны уничтожать целые рынки, создавать новые, значит, и возможно даже вносить вклад там в исчезновение целых профессий. И да, и они задают сегодня, являются мощными регуляторами в отсутствии, вот пока государство не спохватилось еще, и регулируют деятельность целых рынков сами, платформы. Они являются сегодня регуляторами, допустим, а не государство во многих сферах. Значит, какие существуют, теперь давайте разберемся, значит, не все платформы одинаковые вообще, и что за этим скрывается. Значит, какие существуют пути вот этой цифровизации, диджитализации, появления платформ. Значит, сейчас, то есть мы переходим плавно к разделу о типах платформ. Я хочу сделать несколько очень важных развлечений, чтобы вы понимали, вот что есть совершенно принципиально разные решения. Во-первых, значит, существуют платформы такого типа, где осуществляется цифровая координация, в общем-то, довольно традиционного труда. Такси, о котором мы упомянули, доставка, ремонт, уборка, личные услуги. Все это было раньше, значит, все это ручной, иногда не очень квалифицированный, допустим, труд. Все, сама работа выполняется оффлайн, именно в реальности, при конкретной встрече вот человека, которому нужна услуга, и того, кто оказывает услугу. Все это локально, это происходит в конкретном месте, в конкретных, естественно, местах. И, как правило, что интересно, значит, именно вот в этом случае это осуществляется с помощью мобильных приложений, эта цифровая координация. Это один способ. Второй способ, что речь идет, опять же, той же самой цифровой координации, удаленной работы. Работы программистов, дизайнеров, переводчиков, там, администраторов, и еще я расскажу, там, менее квалифицированных, многих менее квалифицированных видов деятельности. Но смысл заключается в том, что эта деятельность выполняется, может выполняться удаленно, онлайн. То есть здесь возникает делокализация. Здесь вы, к вам не должен прийти человек, чтобы браться в ваши квартиры. Этот человек может находиться в Индии в данный момент, и оттуда, значит, вам что-то сделать. И вот деятельность такого, значит, это, как правило, реализуется с помощью как раз вот не мобильных приложений, с помощью веб-сайтов, потому что это, ну, несколько более сложная система, значит, и не требует такого каждодневного вот пользования. Да, кстати, очень, значит, интересный момент заключается, я думаю, вы поняли, да, две принципиальных вещи, не надо путать, когда мы говорим о цифровых платформах. Есть полностью платформы виртуальные во всем, где труд виртуальный и платформы виртуальные, а есть, где сам способ, встреча спроса и предложения является вот этим вот виртуальным, происходит в интернете, а работа в реальности выполняется вполне в конкретном месте. Значит, что интересно здесь, что исторически первой формой этих платформ возникли, это как раз платформы второго типа. Они возникли еще, значит, в самом-самом конце, значит, прошлого века, значит, первая вот такая, так называемая, биржа удаленной работы появилась в 1999 году, называлась Иланс. Но проходили, прошло почти целое десятилетие, и никто не придавал этому значения. Кто-то это изучал, там, писал об этом, но, в общем-то, такого широкого резонанса это не возникало. И нам с вами бы это было незаметно особенно. Почему? Ну, потому что здесь все-таки касается, речь идет о услугах чаще для бизнеса. То есть кому нужен сайт программисты, кому должны сделать сайт или что-нибудь сделать, ну, там, бизнесу, да, там, дизайнеры тоже могут, там, делать дизайн упаковки, там, иллюстрации книги, еще что-то там, значит, для какой-то другой организации, значит. Ну, переводчики, да, переводчики нужны и нам, но тоже, там, и организациям и так далее. То есть здесь чаще вот так называемый, скажем так, вот B2B-сектор. То есть вот здесь, в этой области было сосредоточено конечными пользователями, редко были индивиды. Не то, что редко, но это было, не является массовым явлением. Не входит так глубоко в нашу жизнь. И поэтому все проходило тихо, мирно на протяжении 10 лет. Революция, вот такая вот сознание, случилась 10 лет назад, можно сказать, там, когда одновременно, ну, появилось несколько платформ, а самая такая из них воплощение вот этих вот современной этой вот эпохи. Это Uber, да, приложение такси. Появилось множество приложений, которые ориентированы на конечной пользе, на то, что мы пользуемся каждый день, да, вот, или можем пользоваться каждый день. И тут общество резко ощутило, что происходит переворот какой-то. Кстати, а почему это не случилось раньше? Почему не случилось, значит, это почему на 10 лет там запоздали вот эти вот платформы, координирующие традиционный труд? А потому что, да, ну, да, потому что, во-первых, появились смартфоны, а, допустим, вы можете представить себе прообразы, хотя они были там смартфором в 2000 году, кто помнит? То есть это еще вообще ничто. То есть технологически каждый мог, то есть широкое распространение смартфоном, что является, по сути, мини-компьютером, да, с этим всем функционалом удобным, когда это не заставляет вообще пользователя напрягаться, технологически это стало возможным только вот 10 лет назад. И сразу случился бум. Как бы вот все это. Получали. Нет, нет, получали. Получали. Получали, потому что вам, даже если вам нужно перевести какой-то документ, вам его надо перевести, допустим, не знаю, там, свидетельство о рождении ребенка или еще чего-нибудь там, не знаю, раз в год, а может быть и вообще меньше. Вам не нужно, значит, этим часто пользоваться. А такси, вы, может быть, сегодня приехали на такси, и обратно поедете на такси. Понимаете? Вот здесь вот, я думаю, дело в этом обстоит. Значит, и вот, неожиданно для меня тоже самого, потому что я, честно признаться, изучал долгое время платформу именно первого типа, вот эту вот удаленную работу, значит, платформу для фрилансеров и так далее. Давно занимаюсь этим, я специалист в этом области. Я, мне иногда было немножко грустно, что, значит, тематика не пользуется таким интересом ни в научном сообществе, ни везде. И вдруг, буквально в последние несколько лет по накопительности, сначала это явление появилось, потом люди спохватились, что оно появилось. Я вам скажу, вот через последние два-три года просто вал появился, публикации, научные конференции, это тема каждой на слуху, это прет просто вот изо всех щелей. И вот как-то вот неожиданно, значит, можно сюда вот, я думаю, тоже мне встроиться на подножку уходящего поезда со своими исследованиями. Но это очень интересный такой, действительно, вот как бы интересный феномен. Еще разные другие причины говорят, ну вот экономический там, вот кризис там на Западе и так далее. Но мне кажется, здесь вот очень важен технологический момент, что технологически возможным это стало совсем недавно и удобным для пользователя. То есть первое развлечение вы поняли. Пойдем дальше. Дальше очень важное, значит, развлечение, уже такое более социологичное по своей сути. Площадки, я тоже вот утверждаю, что они бывают двух типов. Опять же, это не то, что вот каждая площадка относится либо к тому, либо к другому типу. Скорее, это опять же континуум с двумя там крайними точками, на которые мы можем куда-то позиционировать конкретный сайт. Ну, континуум состоит из двух позиций. С одной стороны, эта платформа может представлять собой чистой воды торговую площадку или marketplace, как называется это, значит, где компания просто предоставляет инфраструктуру. Она представляет вам новую рыночную площадь, новую базарную, новый базар, значит, так вы физическим пространством встречались и что-то продавали, покупали, а так вот вам виртуальное пространство. Вот вам для этого вся инфраструктура. Вот вам средства, механизм, как это все осуществлять, чтобы было удобно. Вот фильтруйте там результаты поиска, ищите там по категориям, там, не знаю, так далее, отвечайте на проекты, размещайте задания. Мы представляем вам инфраструктуру, значит, на котором потом приходят независимые акторы, заказчики услуг, и те, кто, значит, хочет их предоставлять, и как-то между собой там коммуницируют. Это одна, значит, позиция. Вторая, существует, я бы назвал теневыми или скрытыми корпорациями. То есть под видом платформы вот этой вот существует, де-факто существует фирма, предоставляющая сервисные услуги. Или фирма очень похожая, или что-то очень похожее, скажем так, на фирму, предоставляющую вот эти сервисные услуги. Опять же, здесь пример приведу, потому что это ярче, ну, очень жизненно так. Вот сервисы, вот эти вот такси, они очень нам напоминают услуги буквально чуть ли не таксопар. Ну, такси, мы вызываем такси, это сервисная фирма. Нам требуется услуга такси, которую нам обеспечивает Uber, Яндекс.Такси, Get или еще кто-то. И выглядит это очень похоже, мы будем разбираться там в нюансах, но выглядит это очень похоже на обычную фирму, которая как-то немножко по-другому просто устроена. И не очень похоже совсем на marketplace, где люди как-то о чем-то приходят туда и о чем-то между собой договариваются. Значит, в чем вот эти отличия проявляются? Значит, если вот на marketplace всегда есть, я так обозначил, личные бренды, то есть там взаимодействуют конкретные персоналии. Например, я нанял там фотографа, там, не знаю, там, Алексея, там, какого-нибудь, там, Иванова, значит, на сайте для фрилансера, чтобы он пришел на день рождения, пофотографировал моих друзей, значит, нашел там его, пригласил. Я знаю его имя, фамилию, я его выбрал среди других, посмотрел фотографии, я знаю, кто он такой. И я заказал Яндекс.Такси, да? Никто же не говорит вообще, что я, вы знаете фамилию, имя, значит, имя, может, разговариваешь, что-то запомнили там на всю жизнь. А вы знаете, кто эти люди? Нет. Вы собираетесь это знать? Вас это интересует? Не очень. Вас интересует их жизненный путь, работа, которую они делали до этого? Нет. Значит, все это прикрывает, опять же, как мы об этом говорим, что, допустим, я нашел фрилансера, там, фотографа на сайте для фотографов таком-то, или, значит, мне сделал логотип, значит, фрилансер такой-то с сайта такого-то. Но мы также говорим, что я вызвал такси, я вызвал Яндекс.Такси. Никто не говорит, что я заказал, значит, водителя такого-то, значит, через сервис Яндекс.Такси. И не скажет, потому что мы все воспринимаем это, и это во многом очень, говорю, так будем говорить, очень похоже на обыкновенную транспортную компанию. Значит, там есть корпоративный бренд. Почему? Значит, там есть машины окрашены, не все, правда, но все-таки окрашены в корпоративные цвета, да? Мы все это хорошо видим. Значит, поэтому, если говорить о работниках, на маркетплейсах на этих, на торговых площадках, мы имеем дело с независимыми, как хотите, там, самозанятыми, еще как-то там профессионалами или просто работниками, как вы хотите их назвать. Ну да, самозанятыми, независимыми работниками, которые работают на себя, с которыми вы о чем-то там договаривались. Значит, то, что, значит, мы имеем в случае вот этих вот скрытых, теневых корпораций, это зависимые подрядчики, так как в литературе об этом часто и говорят. Это некие скрытые работники. Это так называют, хоть они часто имеют официальный статус самозанятого, прямо так и говорится, что это некая фальшивая или фиктивная, фиктивная самозанятость. Когда положение работника очень похоже на положение работника аналогичной фирмы. В чем-то. Очень похоже, трудноотличимо. Здесь, на самом деле, этот вопрос очень тонкий. Это, значит, о котором, значит, бьются вот как раз правоведы. Они там выделяют кучу критерий, пытаются определить. Дело в том, что нет ни одного четкого работающего критерия, по которому вы отграничите независимого профессионала от зависимых подрядчиков. Например, в США существует тест, состоящий из 20 параметров вопросов, которые судья, когда определяет, вот как в суд подают, значит, работники говорят, меня вот называют самозанятым, а я, на самом деле, значит, обыкновенный работник. Я хочу, чтобы мне платили все по полной программе, значит, с социальными всеми выплатами и так далее. Значит, вот судья заглядывает в такой, вот у него есть, значит, 20 параметров вопросов и по каждому, значит, там определяет, куда относится этот человек. И потом смотрит это с какой-то соотношения и решает, кто же он все-таки, независимый профессионал или зависимый подрядчик. И нет ни одного критерия, вот по которому железно можно определить. Все это как-то вот либо склоняет чашу весов на одну, либо на другую сторону. Ну, какие среди этих критериев, значит, ну, например, значит, кто, значит, ну, вот такой простой, давайте, который сразу видно. Вот кто решает, что вы будете делать, например. Вот вы сами выбрали, решили, что вы возьмете этот заказ на перевод, как я говорил, или вам приписал его алгоритм, и вы не можете отказаться. Две совершенно разные ситуации, два совершенно по последствиям разных. То есть вы выбираете свою работу или, значит, работа выбирает вас. Да. Дальше, значит, цена вопроса. Вы можете обговорить цену? Вот я буду торговаться, говорю, перевод, значит, снизь, пожалуйста, за количество знаков. Пожалуйста. Значит, я в следующий раз я еще закажу, ну, поди мне, я там бедный студент или еще что-то, значит, сделай мне что-то. Ну, хорошо, значит, согласовали цену. Вы можете представить такое, значит, с сервисами там такси, доставки еды и так далее? Хотя де-факто это происходит, если вы сталкивались, знаете, что, значит, таксист может с вами попросить вас сказать, что он сейчас выключит приложение, вы ему оплатите налом, значит, и за это он скинет там 200 рублей там или еще что-то. Я с такими ситуациями встречался, значит, при далеких поездках, там, в аэропорт или где-то, где несколько раз садишься в такси и первое предложение тебе поступает в следующий. Я сейчас выключаю, значит, и мы платим там. Сколько у вас там показ? Там 2500. Я сейчас выключаю, это будет там 2200, допустим. И еще что-то. Вот, значит, это тоже, значит, волен ли человек определять стоимость своего труда? Вот, допустим, в сервисах такси, если вы знаете, значит, водитель не знает, сколько вы ему заплатите, пока вы не поедете. Он вас сейчас спросит, сколько он там показывает, значит. Он не знает, сколько за него определяет алгоритм, определяет эту цену. Он не может, это, да, совершенно другая ситуация. И множество вот таких различных, значит, опять же, вот, то же самое касается вот бренда. От лица, от чего лица вы выступаете? Вы от лица, значит, я там человек такой, переводчик, или вы, я вот платформа там переводческих услуг такая-то, и вас не видно, значит. Или там, я вот Яндекс.Такси, вот я приехал, моя раскрашенная машина. Куча вот этих критериев, по которых как-то пытаются это позиционировать. Но дело-то очень сложное и простое. И реально, здесь часто, ну, ситуации бывают, когда создаются такие хитрые системы, что вот прям ни к одному полюсу не пристает, и прям вот где-то посерединке получаются какие-то формы. И это требует какого-то дальнейшего там вмешательства, конечно, правового, и выработки каких-то новых решений. Дальше. И чем еще, значит, в чем еще важное отличие? Все это между собой взаимосвязанные пункты, не то, что они логически отдельные, они все вытекают друг с другом. Значит, вот если мы говорим про marketplace, торговые площадки, там речь идет о электронной координации, то есть вот эти все электронные механизмы позволяют вам найти друг друга, например, как говорил, отфильтровать, там, поискать что-то там и так далее. Значит, приходит вам оповещение, когда что и так далее. А вот в случае вот этих теневых корпораций здесь электронная система, ее трудно даже назвать, она не только, не столько координирующая, сколько еще и контролирующая. Она, во-первых, вас мониторит, где находится в данный момент в каждой машине индекс такси, известно, значит, фирмы, она все знает, сколько вам ушло времени на выполнение заказов, все данные поездки ей известны, из которых она может делать какие-то оргвыводы и так далее. Здесь даже говорят об этом электронном принуждении, что на вас вот этот большой брат уже фактически досмотрит и вас заставляет работать. Это второе важное отличие. Исходя из этого, двух критериев, которые я сказал, можем сделать типологию. Я думаю, это неплохое решение для систематизации платформ. Значит, то есть, да, у нас есть удаленная традиционная работа, у нас есть торговая площадка, теневая корпорация. Значит, давайте начнем с такого, вот с этого сегмента, значит, в идеале, где у нас торговая площадка, это marketplace для удаленной работы. Это вот называются такие сайты, как правило, биржи удаленной работы для фрилансеров. Там относительно независимые профессионалы, часто довольно-таки высокой квалификации и так далее. Выполняют, значит, различную работу. Вот Upvok, это фирма, которую, я говорил вам, что в 99-м году появилась фирма Elance, первая, собственно, платформа трудовая. Значит, со временем, значит, там произошел ряд слияний и поглощения и так далее. Сегодня она называется, в том числе она, и все, что остальное туда вошло, называется Upvok, биржа удаленной работы. У нас, допустим, российские аналоги этого, например, есть FL Root, еще различные там сайты с названием, где в названии присутствуют там слово фриланс, там еще и прочее. Значит, вот независимые профессионалы, вы можете там найти, значит, их они сделают вам договориться о чем-то, относительно независимые люди сделают вам то, что вы хотите. Теперь, значит, то же самое для традиционной работы бытовых услуг. Существуют эти сайты-агрегаторы, на которых все эти бытовые услуги, там строительные, ремонтные, значит, вот клининговые и прочее осуществляются. Значит, вот тоже известная западная, значит, сайт TaskRabbit, значит, чувствуете, как называют, название такой, немножко робит, конечно, да, кролик, который выполняет всякие задачи, то есть, не знаю, как работникам, приятно работать на этом, с таким названием. У нас есть тоже аналоги, например, ремонтник, сайт и там еще разные, UDU очень похож на это, хотя UDU, он как-то позиционер между, у него есть часть, вот, сегмент отсюда, где удаленная работа и часть, значит, традиционной работы. Но, тем не менее, это все, как бы, в маркетплейсе. Там люди выбирают друг друга самостоятельно, договариваются о цене и так далее. Значит, посмотрим на другую, на другие варианты. Вот, значит, традиционная работа наша, эти сервисы такси, допустим, Uber, которую я считаю, на самом деле, теневой корпорацией. То есть, вполне, да, вот это, как я говорил, традиционная работа, где мобильное, вот это приложение, мобильная платформа, я бы сказал, что это не место встречи, не торговая площадка, это не механизм координации, я бы сказал, что это технологическое решение в области управления персоналом. Это способ привлечения краткосрочных работников на краткосрочную какую-то занятость в свою организацию. то есть, да, очень, я сказал, во-первых, в начале сегодняшнего нашего разговора, что мы попытаемся не как пользователей посмотреть, а как с обратной стороны, как людям там работается, и как это все организовано. Но даже для пользователей есть разница, которую я только что, буквально пару минут назад упомянул. Вы не можете поторговаться с водителем такси о цене, а на торговой площадке вы можете поторговаться о цене. Вы можете, вы не можете поторговаться даже, как вас везти с водителем, потому что у него построен маршрут в приложении, который принуждает его. Они все говорят, нельзя, нельзя, у вас точка не обозначена, остановил варька пиво, надо купить. Точка не обозначена. Срочно ставь в приложении точку, что мы здесь становимся, иначе я не могу остановиться, как бы, допустим. То есть, вы не можете обговаривать вообще никакие условия при этом. Они стандартизированы, выставлены, вот там, вам нужно это делать в приложении. И они стандартизированы, вы не можете от них отклониться по каким-то там параметрам, только выбирать из того, что вам предложено. Да, но и потом меня, да, интересуют нюансы, что это немножко как бы по-разному, и люди чувствуют себя немного по-разному. В общем, я думаю, что, значит, если вот, что вот для сервисов такси и сервисов, сюда же относятся все сервисы по доставке еды, я думаю, сюда же они относятся в этот же квадрат. Здесь вот это, вот реально инновации в сфере управления персоналом. Привлечь краткоработников на краткосрочное выполнение работы под заказ и потом их отпустить до следующего там заказа. Это вот, но тем не менее предоставляются услуги от лица компании, да, от лица Uber, от лица там delivery club, там и так далее. Да, я еще в начале не сказал вам, это, ну, вы одни из первых, кто слышит размышления мои на эту тему, поэтому я еще так, да, все это в процессе размышлений, это вот какие-то прикидки, вот это мои мысли, я так думаю, да. Вот еще один интересный, значит, вариант, LifeOps, так называемый, виртуальный колл-центр. Что он себя представляет, значит? Что такое колл-центр, вы, наверное, себе представляете. Это традиционный, значит, когда появились все эти технологии, значит, электронные, образовались, сидят люди, тысячи людей в одном помещении, тысячи людей в одном помещении, и, значит, по заведенной программе, которым тоже управляет алгоритм, четко у них, они знают, что, на что ответить, значит, где искать подсказку, сидят, отвечают на вопросы, решают проблемы клиентов, там, по поводу, значит, банковских, еще каких-то страховых, каких угодно, там, не знаю, там, еще там, в службах других доставки все обслуживается. Вот традиционный колл-центр, сидят люди, значит, и делают. Потом кто-то, соответственно, додумался, конечно, зачем мне их собирать в одном месте, зачем мне им платить зарплату, пусть они сидят дома и работают из дома. Сколько поработал, ну, посменно, там, хочешь работать 2 часа, хочешь работать 20 часов, столько и получишь. Кто-то так вот подумал и придумал вот этот вот виртуальный колл-центр, благо, что технологию менять вообще не надо. Современные вот технологии, алгоритмы, распределения звонков, допустим, вот как попадает звонок к оператору, сидит оператор, и звонок направляется алгоритмом, значит, он поступает каким-то образом, вычисляет, что именно к тебе. Он приходит тебе, ты на него ответил, значит, дальше сидишь, приходит тебе другой звонок, какая разница, где ты сидишь. У тебя все подсказки, если в электронном виде, ты знаешь все действия, которые на каждом, он говорит, там, у меня, значит, потерял, значит, или что-то там смотрит, значит, вот сделайте то-то, 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 то-то. Какая разница, где он сидит? Вообще, на качество работы это вообще не влияет, получается, что в смысле, потому что это уже алгоритмом все, значит, прописано, как, садитесь дома, я не буду вам платить никаких, значит, страховых пенсий вы получать не будете, ничего не это самое, вы просто самозанятые, которые решили вдруг подработать или не решили. Вот, пожалуйста, вам пример, когда виртуально удаленная работа может осуществляться вот в рамках теневых корпораций, хотя, опять же скажу, формально, формально для закона, хотя во многих странах уже с этим борются, идут кругом войны, но в большинстве случаев и изначально везде речь идет о самозанятых работниках, все работники здесь имеют статус, как правило, самозанятых, то есть они работают только на себя, для себя и не имеют никаких социальных там выплат пособий с этих связанных, тогда организация не несет никакой ответственности за технику безопасности, за то, что с ними происходит, работа много или мало, хорошо себя плохо чувствует, медицинская, допустим, куча скандалов в связи с этими вот с компаниями такси, когда там работники, типа вот если человек за рулем находится 15 часов, наверное, это уже как бы способно повлиять на качество предоставляемой услуги, причем очень драматично, с последствиями. В принципе, изначально это никак не мониторилось, не делалось, но теперь под нажимом общество, они начинают как-то за этим следить и тоже вставлять это в алгоритм, что, допустим, система не даст тебе отработать в день, допустим, столько, просто заблокирует возможность дальше работать. Ну вот, как-то так, значит, ипологи. Дальше, что у нас, значит, вот интересная тема, значит, о которой, мои первые мысли тоже на эту тему, значит, что эти платформы не просто там как-то по-новому организуют труд или нам некий потребительский интересный опыт предоставляют, а они вообще реорганизуют все хозяйственное пространство, которое мы наблюдаем. Значит, первое, какое мы видим противостояние, это условно люди против организации, о чем, значит, сейчас очень много пишут, особенно, значит, люди, которые верят в светлое будущее самозанятости. Впервые, вот информационные технологии позволили людям выходить непосредственно на рынок, минуя организации. Если ты программист, дизайнер, да, или просто убираешь квартиры, или ты сантехник, раньше ты никак не мог встретиться с клиентом, ты не знал, где он просто, чтобы сделать для него работу. Ну, твой сосед, если понятно, там еще где-то там повесил объявление на столбе, понятно, но это очень ограниченный, как вы понимаете, рынок. А сегодня, благодаря вот развитию этих платформ интернета, как бы любой сантехник может подумать, в принципе, а зачем мне ходить вот на работу и так далее, и то же, что эта организация как бы забирает себе там столько денег, все, я просто напрямую могу это делать. И возникает вот такой вот линия напряжения, что люди становятся самостоятельными субъектами вот этого вот рынка наряду с организациями. значит, и программист, дизайнер может сделать вам такого же качества работу, как и дизайн-студия, так называемая дизайн-студия и так далее, где просто над этим дизайнером есть еще начальник, который получает тоже зарплату и который, значит, еще непонятно, что делает. Значит, это ничем не плохо. Это ничем... Это не... Они уничтожают... Нет. Они уничтожают... Это я заострил, конечно. Это говорит о том, что, ну, теперь, смотрите, раньше конкурентом вашей фирмы, значит, дизайнерской, и была другая дизайнерская фирма, сидящая в соседнем подъезде, а теперь конкурентом вашей дизайнерской фирмы является одиночка-дизайнер, у которого там другие сдержки, там все, который может снизить цену, допустим, потому что ему не надо арендовать помещение, там все, он работает из дома, и так далее, значит, то есть это уничтожает не в смысле тем, что это плохо, и мы сейчас будем скорбить, а может быть, не скорбить не надо, наоборот, выходят книги, что надо новой эры, и надо радоваться, значит, что она наступает, что наконец люди вырываются из оков этого офисного рабства и становятся свободными. Значит, ну, это во многом иллюзия, но все равно. Но факт остается фактом, люди могут конкурировать, причем есть теории, значит, и вот некоторые ученые высказываются о том, что они не только, значит, на каком-то местном локальном уровне, как я писал, они в глобальных масштабах начинают конкурировать. Условно, там программисты из Индии становятся таким же участником мировой экономики, как какая-нибудь международная корпорация. Он может, значит, с чем-то там, с кем конкурировать, предлагать свои услуги, значит, на весь мир и так далее. То есть, это первая линия напряжения, значит, что привычный, опять же, уничтожают привычный нам ландшафт экономический, который мы видим. Поэтому говорю, что, возможно, это будет выглядеть несколько по-другому потом. Значит, люди против организации. Дальше. Низкие барьеры входа, значит, существуют. Что это значит? Чтобы, ну, в общем, не нужны большие средства и вообще не нужно предпринимать больших действий, чтобы, значит, стать участником всех этих отношений. Нужно зарегистрироваться на платформе, там, ну, какие-то там, не знаю, может быть, какой-то там, купить подписку эту платную, там, или что-то там еще. Опять же, если вы устраиваетесь на работу, в организацию, с вас попросят диплом, а некоторые виды деятельности лицензируются, там, и так далее. Значит, на этих площадках этого никого не трогают. То есть, ты можешь нарисовать красивый, значит, логотип, никого не интересует, закончил ты, значит, художественную школу или нет. Если ты программист-самоучка, никто, никого не интересует, ты можешь делать сайт, подходящий там человеку, его тоже не интересует. Здесь мерилом уже не являются вот эти вот стандартные такие критерии. И вообще, так скажем, вот профессии, вот то, что называется профессиями, профессионалами, чем профессия всегда вот, что это такое вообще профессия? Профессия – это не просто вид занятий, это четко огороженная от других, защищенная высоким забором область, в которую не пускают чужаков. Чтобы туда войти, чтобы стать там, даже там нужно пройти обучение, получить там лицензию, еще что-то, еще выполнить кучу условий каких-то. Это сделалось для повышения тоже, ну, вроде как качества, там далее, там много может быть разной риторики, но факт остается фактом. Выстроены гигантские барьеры для попадания людей в определенные области. Эти барьеры просто на глазах, просто вот это точно, ну, тут без преувеличения, можно сказать, на глазах рухнули. Ну, есть еще там, возможно, да, хотя мы знаем, что и лечится не у медиков, да, а можно какой-нибудь там заговор применить, или отвар, там, или прочее. Но, значит, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, значит, барьеры просто рухнули. И то, что они рухнули, видно на следующем противостоянии, которое хочу как бы осветить, любители против профессионалов. Теперь вот эти профессионалы, которые годами учились, и которые все такие профессионалы, испытывают конкуренцию со стороны людей, которым ничему не учились, специально занимались, которые, значит, для которых это было хобби, или вообще не попробовали, у них получилось. Вот человек фотографировал на мыльницу или там сейчас на смартфон, а потом взял и решил, а почему бы я не могу пойти на свадьбу и так же сделать, предложить свои услуги. И кого-то это устраивает качество. И тут, да, а потом подумают, а что я вообще сам буду ходить, я создам лучше школу, как быть там крутым фрилансером, ничего не делать, значит, типа вот, как бы, и вот конкурирую с профессионалами. Вот, раньше, те же фотографы, какая история сначала была? Сначала фотографы старой школы жаловались, что фотография эта профессия уже не та, потому что у всех в руках мыльницы, средства стали, производства слишком доступными, и каждый мнит себя фотографом и делает типа художественные снимки или какие-то, а только он, только они, истинные профессионалы, знают, как это делать. Но это просто легкое там ворчание, которое не касается их благостояния. Но сейчас они не просто ворчат по поводу того, что кто-то там делает что-то не так, у них из кармана забирают деньги. Эти люди пришли, любители, и прямо нагло из кармана у них людей, профессионалов, забирают деньги, напрямую с ними конкурируют. Да, у профессионалов качество выше, да, у них художественная ценность, но огромному большинству людей устраивает то, что делают любители. Им не нужно, значит, все, барьеры рухнули, значит, цена сразу, значит, падает. Дальше, приток, значит, если вот любители, это как бы внутри, так скажем, системы, к профессионалам пришли любители, отдайте мой рубль, значит, потом приходят мигранты, значит, то есть люди, которые, люди из другой области, в смысле, не из другой сферы деятельности, как бы, а из другого, буквально, места жительства. Приезжают люди, садятся в такси, значит, мигранты из другого области, но не только это, есть еще и виртуальные мигранты, как я говорил, программисты из Индии, значит, дизайнеры из Украины, еще где-то, они становятся конкурентами, значит, конкурентами тех же вот профессионалов, которые раньше себя чувствовали нормально. Не только любители, но и люди твоей, допустим, профессии, или тоже любители, из других, как бы, регионов становятся твоими конкурентами. Пожалуйста, получите. Значит, дальше, следующее, вот на этих платформах очень много людей, для которых это частичная занятость, то есть не основной источник дохода или дополнительный. Вот представь себе студента, которому нужно заработать на карманные деньги, который может смастерить сайт, и человека, которому этим живет и нужно кормить своих двоих детей. Студент вам быстро сбросит, за копеечку сделал, чтобы ему было на пиво, а у профессионала это, опять же, достается деньги из кармана профессионала, потому что цена рыночная падает. То есть на глазах рушатся вот эти профессиональные рынки со всех сторон, значит, то есть благодаря тому, что не зависит от этого финансового полностью, ты можешь там, допустим, упускать цену. рушится привычный нам мир. Я только это хочу сказать. Привычный старый мир профессиональный, старый мир профессиональный рушится. Он теперь, он будет новый. Я не даю никаких оценочных суждений, я просто констатирую, он теперь будет новый. Может быть, как вы говорите, может быть, абсолютно лучше, как бы. Мне кажется, что как бы вот хороший термин рушится, показывает некую катастрофу, которая происходит реально для некоторых людей, которые в это вложили, для них как бы вот это, значит, происходит катастрофа. Более низкие цены, значит, демпинг, о чем я уже сказал, на который все жалуются, которые хороши потребителям, но плохие тем профессионалам, которые держали цены за счет этого. Дальше. Еще есть такой интересный феномен, что появилось множество субститутов, так скажем, таких альтернатив, такой, скажем, непрямой конкуренции. Ну, например, вот кто сегодня конкурирует, да, вот кто конкурирует с водителем такси, знаете, вот такси, вот водитель из таксопарка, который учился, вот кто с ним конкурировал. Ну, с одной стороны, вот это вот, значит, люди из этого Uber, который, значит, подрабатывают после работы, но еще с ним конкурирует человек, который там пользуется приложением типа BlaBlaCar по поиску попутчиков, который едет из одного в город в другой и захватит с собой пару попутчиков. Может он делать это раз в месяц, а может раз в год, но он конкурирует с ним тоже, он тоже отнимает у него клиентов. И вот так же куча, ну, так же даже вот буквально такой пример, условные дейтинговые сайты, да, вот, для там встреч, знакомств, так сказать, дейтинговые сайты, они конкурируют с традиционной секс-индустрией, например, можно сказать. Появились альтернативные способы, ну, вот, прямо-таки, да, вот, вот куча здесь, да, куча есть вот таких вокруг обрамлений, которые вот еще не прямых конкурентов, а таких косвенных, но которые тоже чуть-чуть подъедают. Вот. И вот тут, скажем так, если говорить там о возможных сценариях будущего, я что-то хотел сказать этим. А, ну, наверное, опять же про тот же Uber, что, возможно, сценарий будущего, что вот... Да, совершенно верно. Для них это там трагедия все, но вопрос как стоит, что про возможности сценарий иного мира, там, условно, профессионализма. Где-то процессы происходят более-менее там мягко, хотя вот, допустим, с фотографами не очень это мягко. Фотограф, я считаю, очень болезненная история происходит, допустим. Но где-то происходит прямо-таки, ну, не то, что там катастрофа, но действительно уничтожение целого рынка. Мир, вот этот вот, мир вот этих такси-перевозок, не то, что никогда не будет прежним, в течение ближайших лет тот старый рынок умрет. Я думаю, что лет. Новые модели, хотя их будут блокировать на государственном уровне, но будут сопротивляться, но, в общем, вот этот вот старого, доброго там рынка такси, вот это как было с этими самыми, там, вот эти вот профессионалы в специальной там форме, там, и еще что-то там, его, конечно, значит, видимо, не будет. Более того, история гораздо более драматична, чем кажется нам сейчас. Не будет самой профессии, потому что Uber вкладывается в эти self-driving cars, да, и скоро по улицам будут ездить Uber без водителя, и профессия на нашей... А это здесь я не берусь говорить про несколько лет, конечно, несколько лет, но все, кто сидит в этом зале, это увидят. Я думаю так. Нет, я не грущу, я просто говорю вам, чтобы вы заметили, что извозчик пропал, люди не заметят, что вот сейчас есть, вот как 10 лет назад, значит, вы бомбилу там, тормозили там, а сейчас изображение оказывается, а тут не заметьте, как вам приедет уже вообще без водителя машина, и каждый может этому радоваться или не радоваться, как угодно. Конечно, вот я просто, это сейчас очень яркий пример, мы знаем кучу историй, да, про там, условно, производство, про трубочистов, еще так далее, но вот я просто обращаю ваше внимание, на наших глазах умирает профессия. Никто бы там, честно говоря, вот 10-15 лет назад не обсуждал, никто бы не мог этого сказать. Хорошо, что вы не грустите, я тоже не грустил, я просто говорю, никто бы даже не обсуждал, и мне кажется... И мне кажется, что вот немалую роль здесь сыграли именно платформы, не просто разработка вот этих вот машин, которые будут сами двигаться. Вопрос в том, что вот какие сценарии будущие, значит, Uber, значит, вот это еще, мне кажется, кстати, еще один хороший критерий, логический эксперимент, с помощью которого можно отделить маркетплейс от компании, от скрытой корпорации. Посмотрите, одно маленькое, так сказать, действие, и вместо, значит, водителей в такси появляются self-driving cars, водители не нужны, а корпорация Uber продолжает жить. Правильно? Это говорит о том, что в принципе это корпорация, ну, это не какая-то информационная система, соединяющая там пользователей такси и водителей. Это и есть корпорация. Она будет жить. Нет, я уже 10 раз пояснил, что я ни про что не говорю с негативным акцентом. Возможно, меня просто, просто я это переживаю, так сказать, с большими эмоциями, чем вы. А, ладно, там, умерла там. А я просто, как же, интересное время мы живем. На наших глазах там умирают, значит, профессии. Кстати, забегают вперед, может быть, тоже, чтобы оживить, но он вроде оживился разговор. Немножко маленькое отступление в сторону, чтобы с Убером с этим закончить. Вот Убер, это, значит, конкурент кого, мы вот разбираемся. Вот тоже три варианта ответа, значит, конкурент, значит, этих таксопарков, там, условных, это их бомбило, понятно, мы это обсудили. Второе, что такое Убер, какие последствия будущие, почему так внимание к нему приковано, именно к нему. Это альтернативная транспортная система, альтернативный общественный транспорт. После того, как появляются селф-драйвинг-карс, это прямая альтернатива метро, всему, и она в частных руках, кстати. Вот представь, весь город, по нему ездит с монополия селф-драйвинг-карс, который принадлежит определенные компании и так далее. Об этом уже люди задумывались, стали беспокоиться. Это не просто транспортная компания, не просто услуги, это транспортная система вообще отдельная. Да, об этом я скажу позже. Значит, альтернативная транспортная система, но это еще не все, это не все перетрубации. Есть очень интересная, значит, книга, в которой дается совершенно другая перспектива, где оказывается, что Убер, конкурент, в общем-то, вообще не транспортная компания, а конкурент Google. Есть предположение, почему? Это вот, в принципе, Убер, это конкурент Google, и скоро Google не поздоровится от Убера. Ну почему? Ну беспилотно, не в том, что у них конкурент в этом. Такая же вот, как информационный монстр, громадный Google, его может подвинуть именно Убер. Его сейчас с ним борется в Facebook, а может подвинуть именно Убер. Почему? Потому что мы живем в мире этих больших данных, и представьте себе, что ежесекундно по городу ездят автомобили, которые собирают данные обо всем вокруг, начиненные датчиками, собирающие вокруг во всем. Если вот Google запускает свои автомобили, радуется, ой, поехал Google автомобиль, сейчас он снимет нам виды, а тут они каждую секунду, мы сейчас с вами легче, а я видел, значит, допустим, проехала машина, в ней встроены датчики, которые все собирают, скоро будет, сейчас водители пользуются в том числе Uber и Google картами, а скоро будут, не знаю, эти самые, Uber карты, несравнимые по точности с Google картами, потому что они обновляться будут в режиме реального времени, грубо говоря, перерыли, значит, канаву, в смысле, перерыли дорогу, поставили запретный знак, это тут же отражается в системе, но и речь не только про это, они вообще наблюдают все, что вокруг происходит, сколько людей ходит по улице, какая погода, это конкурент прямой, какая погода, вот ты знаешь, какая погода везде, у тебя ездят автомобили, сидим, какое что угодно, вот такая интересная перспектива, но не касающаяся нашей темы, потому что это не про труд, а про более глобальные масштабы, но есть такие интересные сюжеты, вот, значит, теперь, я потерял свое время, как-нибудь, подождите, а что, уже 9 часов? Так, тогда, дайте мне 3 минуты, настроенные, вы сами знаете, какую свободу там дает работнику все это, но обратите внимание, это, ладно, это пропустим, обратите внимание на это хотя бы, значит, что, значит, интересная ситуация, когда твой босс алгоритм, значит, происходит стандартизация, формализация, автоматизация всех процессов, что мы обсудили, очень важно, что ты не можешь сопротивляться этому управлению, потому что действия направляются, ограничиваются, блокируются, если ты нажимаешь конкретные кнопки, если ты не нажмешь, действие не совершится, деперсонализация управления, тебе некому пожаловать, ты не знаешь, кому испытывать классовую ненависть, тобой управляет алгоритм, значит, а люди там сидят в Uber и говорят, не при чем, это программа, это программа, значит, алгоритм может ошибиться там, но никто не виноват, значит, и никто не знает, что это за алгоритм, вот самая главная проблема, все он пишет, это черный ящик, никто не знает, что это за алгоритм, что там зашито, порой люди сами из компании не могут объяснить, что произошло, почему именно так, что-то произошло, кроме того, этот алгоритм самообучающийся, он постоянно изменяется, сейчас эти обучения, он сегодня действует, сегодня он один, а завтра он другой, он видоизменяется, он сам эволюционирует, ну ладно, это вот, значит, тирания репутации, вот эти рейтинги, все, звездочки, нам кажется, что это хорошо, а на самом деле здесь есть большие проблемы, значит, что, значит, в частности, обращу внимание вот на этот пункт, значит, про клиент всегда прав, значит, уже неоднократно проведены исследования, в том числе на этих вот сервисах различных, в том числе на Uber, где наблюдаются все явные признаки вот дискриминации, которые существуют в реальном мире, для чего были придуманы законы всякие трудовые, исключающиеся в дискриминацию, для того, чтобы не дать людям самим выносить суждения, не хочу я взять чернокожего на работу, допустим, я не возьму, вроде мое право, и так же, я не хочу ехать, значит, в кабине, значит, где водитель, там, кавказской национальности, допустим, или не хочу, значит, как только вы дадите право такого человеку этого решать, как бы, значит, начинается вот это дискриминация, и оценки он будет ставить, все, значит, куча есть уже исследований, которые показывают, как оценки зависят от различных признаков, там, мужчина-то или женщина, значит, какой-то национальности, и всяких там еще, значит, молодой ты старый, и прочее, прочее. Ну, и все, подведу итог, значит, что в итоге, значит, стандартная занятость, которую мы описывали, это исторический феномен, он когда-то родился, он кем-то считается идеалом, но, видимо, когда-то придет время, ему закончится, не будем грустить, я, кажется, поддерживаю, не будем грустить, он будет, видимо, другой. Новый стандарт, значит, будет ли то, о чем я сегодня рассказывал, новым стандартам? Я считаю, что нет. Это будет еще одна модель, которая только усложнит действительность, и даже не только модель, еще одно измерение, которое будет встраиваться, вот, существующие модели, будут какие-то гибриды появляться, будет, короче, все еще сложнее. Поэтому необходимо, вот этот вот социальный аудит, нам, социологам, часто необходимо изучать, что происходит, какие последствия для работников и для общества имеют эти формы организации труда, в том числе и негативные, и позитивные. И необходимо новое регулирование в сфере труда, возможно, ой, возможно, новый правовой статус для этих платформных работников. Серьез об этом говорится на Западе, что существующее право не может урегулировать отношения имеющимися механизмами. Нужно прям ввести отдельный статус. Вот, условно, платформный работник, работающий через платформу, и прописать, что, значит, не блокировать полностью механизм, что нельзя работать через платформу, всех не будет самозанятым, наймите всех свою корпорацию, значит, бизнес скажет, ну, спасибо, не надо тогда Uber скажет, мы закрываемся, значит, мы не будем так работать, значит. Надо найти компромисс какой-то. И самое главное, это новая система социальных гарантий. Я еще раз подчеркиваю, к сожалению, наш мир устроен так, что все наши социальные гарантии, трудовые, связаны именно с работой в организации. Как только мы покидаем организацию, мы остаемся ни с чем. И это надо переосмысливать. В новом мире труда, когда организационной занятости становится меньше, возникают все другие формы, они должны быть универсальны, не привязаны к конкретной организации. И тут в пору вспомнить про эти идеи основного базового дохода, всего прочего. А это уже, значит, тема отдельного разговора. Можем собраться отдельно. Спасибо, но я не знаю, как вопросы-то. Ну, хоть пару вопросов, нет? Можно пару вопросов-то хоть? А то так, извините, что я как бы увлекся, не уследил. Пожалуйста. У нас есть еще один? Давайте. Да, спасибо, очень интересно. Ну, у меня вот два вопроса на понимание. Как вы назовете? Вот, сейчас много разговоров, я совсем не специалист в это тело, что вот все за всеми этими новыми пониманиями, платформами, цифровой экономикой. Ведет ли это путь к равенству? Или это наоборот это путь к равенству, это путь к равенству, это путь к равенству. Субтитры создавал DimaTorzok,